Ну а всем привет! С вами снова я, Глебус Файр, и сегодня я опять с моей собакой. Это видео будет про личное пространство. Я сегодня покажу вам два способа, как не пускать собаку в комнату, в которую ей нельзя заходить без вашего разрешения. Ну что, пойдем смотреть первый способ. Вот дверной проем, за который ей нельзя заходить. Вот в эту комнату ей уже нельзя. То есть вот за эту линию. Вот тут она может сидеть. Тай, ко мне. Тай, смотри. Тай вкусняшка. Ух, как летит, 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 летит. Все, бери вкусняшку. Все, сейчас мы блокируем. Э! Блокируем собаку. Э! Э! Все, она не идет. Нельзя. Фу! Э! Э! Блокируем. Ногами, телом. Э! Э! Тай, что она царапает. Фу! То есть мы ее блокируем. Э! Фу! Блокируем и стоим. Э! Итак, второй способ. Второй способ заключается в том, что когда собака пытается просочиться в комнату, вам надо резко на нее дверь. И тем самым она поймет, что ее туда не ждут, не пускают. Тай, тая, 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 иди сюда. Хоп. Вот. Сейчас у нас есть корм. Теперь она хочет к нам. Резко на нее дверь. Вот сейчас, возможно, она будет царапаться, либо пищать. Может и не будет. Вот. Она тут стоит, ждет. Ждет, пока я ей разрешу зайти. Просто мы с ней уже это практиковали, и она уже... Фу! Все. Заклопываем дверь. Желательно собаке еще в глаза не смотреть. Вот. Все. Она ушла. Мы с ней это раньше практиковали, и она уже даже боится иногда заходить в комнату. Но это надо много-много раз, много-много дней практиковать, чтобы она всегда, даже с открытой дверью, не заходила в комнату. Ну, а по окончанию дрессировки, когда она уже не заходит, сидит, ждет, вы можете пригласить, сказать, молодец. Ну, вот так. Всем пока-пока-пока.